Всем привет! Мой седьмой строительный влог. Надеюсь, они вам нравятся. Судя по комментариям, нравятся. Ребят, подпишитесь в инстаграм, потому что там гораздо больше информации, чем здесь. Я стараюсь ее разделять. Там просто влоги, можно сказать, здесь и сейчас с помощью сторисов. Это раз. Второе. Задавайте мне вопросы. Если есть таковые, мне очень приятно на них отвечать. И третье, что я хочу сказать, это помимо ремонта у меня тут сад-огород. В общем, из-за карантина, то ли не из-за карантина, я не знаю из-за чего. Мне очень нравится сажать, копать, сопать и так далее. Я вам даже маникюр сменила, чтобы грязь под ногтями не было видно. Ладно, шучу. Просто так захотелось. Во-первых, сделала их короткими, потому что действительно длинные ногти. В огороде мне иногда цепляет неудобно. Не буду долго болтать, я вам лучше буду показывать. Я в данный момент нахожусь возле эпицентра. Мне кое-что надо купить как раз для сада-огорода. Дальше я вам буду показывать, что я делаю и что покупаю. До этого я была в VR. Вот, я на VR, он находится на Вискозной. Здесь большой выбор ДСП. Здесь, в принципе, есть из чего выбрать. И ценовая политика тоже разная. На следующей неделе мне ставят гардеробную комнату. Сегодня мы подписали с ребятами договор. И сегодня я внесу 50% предоплаты. По поводу гардеробной комнаты. Я вам дома покажу как бы ее, да, то есть место для нее. Здесь сейчас покажу визуализацию, которую сделала Доминик. В дочем влоге спросили, в какой программе Ника делает визуализацию. Ника, что за программа? Планер 5D. Вот. И квартирубная комната, только здесь нет перегородки. Она будет. В смысле, какой перегородок? Вот здесь будет перегородка. Ой, я не знаю. На телефоне показываю. Вот здесь вот будет перегородка. А мне покажи пальчиком ближе. Ну вот, закрывать будет вот это вот все, чтобы она не была открытая. А чем? ДСП. А что это такое? На что оно похоже? Дерево, прессованное. А как оно будет выглядеть? Ну, видишь. Покажу в следующих логах тебе тоже. Итак, покажи мне, пожалуйста, поближе к гардеробной. Здесь будут две зеркальные полки, точно так же с зеркальными комодами. То есть полки, комоды и с другой стороны то же самое. Да. Это для удобства, как мне показалось. Только тут четыре у тебя. Так я смотрела по проекту. Нет, там их будет по три. Ну, не важно. Суть вы поняли. Вот. Комоды, понятное дело, для чего. Да, там белье, цветера. Ну и так далее. Здесь для сумок и разных прибамбасов. А здесь... Ой, сори. Можешь развернуть? Это для вещей, которые, да, должны висеть. То есть, эта маленькая комнатка, она три на два, по-моему, да. Она небольшая, но этого вполне достаточно будет для гардеробной. Можешь показать этот большой длинный шкаф? Этот? Да. Вот он будет на десять метров. И можно как-то с твоей комнаты выход? Вот, например, выход из Никиной комнаты. Он будет... То есть, у Никки в комнате нет шкафов, как вы видите, да? В предыдущем влоге я показывала. Ага, тут нельзя тогда выйти в коридор. Ну так, красиво. Да, хорошо. Получается, как бы, Ника выходит, да? Открывает, и там у нее висят вещи, полки и так далее. Вот. У Демы шкаф есть, но в дальнейшем тоже, когда он подрастет, чтобы у него тоже выход из коридора был. Ой, из комнаты в коридор шкаф. Точно так же и у меня есть, у меня идея обувь. У меня очень много обуви сложить, как бы, обувь. Плюс, естественно, одежды ее много. И вот здесь вот, вот здесь вот, верхняя одежда, которая так и будет висеть все время. Только самые основные вещи тоже, правда, очень много. И у детей, и у меня. Какие-то вещи так и будут оставаться здесь, а какие-то будут, ну, по сезону уходить. Я не знаю, Ника тут делала или нет. Вот сюда вот в... Еще нет. Да, в прихожую. Да, это вход в дом. Вот здесь вот, получается, прихожая. Вот, поэтому вот такая вот, как бы, идея чуть-чуть вам показала. Вот. И потом, вот, уже покажу вам готовую гардеробную комнату. Ребята приехали, сняли размеры, и на следующей неделе гардеробная комната уже будет стоять. Потолков еще нет, и это даже хорошо, потому что, ну, как бы, я еще не знаю, какие они будут. То ли 2,80, то ли 3. Сейчас я тебе покажу, что я купила. Та-дам! О, Боже! И Астафа понесло, да? Та-петь! Тебя Оля укусила? Нет, меня укусил карантин. Сама. Что? Сама. Вставлять? Да. Не вопрос. Мне даже в удовольствие. Смотрите, я купила вот такие вот, такой заборчик, то есть, как тут написано. Миленько. Да. Огороджине. Вот. Он пластиковый, он недорогой, потому что это ненадолго, скорее всего, что на это лето, потому что потом будет заливаться бетон, но это лето хочется провести, естественно, ну, как, среди цветов. Поэтому можно сделать такой заборчик, ну, можно сделать такой заборчик, ну, может, действительно карантин влияет, но суть не в этом купила. Здесь пять, получается, получается секций, вот, в общем, получается полтора метра, стоит это удовольствие, вот одна такая штучка на пять секций, 76 гривен. Я считаю, что очень даже, но это еще не все. Я купила агроволокно, чтобы закрыть то, что уже посадила. Я вам расскажу и покажу, что я посадила и где посадила. Это та, которая кричала, что у меня не будет огорода ни в коем случае, максимум это трава и туи, и все. Но что-то пошло не так. Да, и в итоге ты сама этот огород и посадила. Ну, что делать? Мне нравится, это подовольствие. Так, сейчас я вам еще покажу. Агроволокно белого цвета, я купила 4 метра, это 50 гривен. Лови. Также купила бокс, это удобрение там, химия, как говорится, да, для цветов. Хотя многие говорят, не надо химией, напишите, кстати, свое мнение, потому что это мой первый опыт, и я не знаю, поливать можно химией или удобрять каким-то другим способом. И купила разные семена для высадки, то есть тут всякие незабудки и вот. Буду сажать, я вам, ну, поближе потом покажу. Но это тоже еще не все. А то я рассказывала про вот это вот все. Про что? Ну, вот это что-то делать. Ну, чуть-чуть. Потому что когда я начинаю ей говорить, она делает вот так. Ну, ей скучно, Ник. Ну, представь, мы здесь на природе, она там дома одна. Поэтому, да, с ней надо разговаривать, рассказывать, ей будет приятно. Дальше. Я была... О, мороженое, Ник. Я была в Ашане, купила мяч футбольный такой обычный, но это не для строительного влога. Для строительного вот что я купила. Так, чек. Секунду. Просто скоро вырастет клевер. А, я вам о нем еще не рассказывала, сейчас расскажу. Итак, это в Ашане по 17 гривен. Во-первых, ребенку, 6-й год, младшему, уже пора приучать к труду. Большую сапку, граблю он не может взять, ему тяжело. Вот такую вот маленькую, пусть копается и пусть помогает. Поэтому, да и вообще, в принципе, тут для мелких каких-то деталей тоже пригодится. Ну что, теперь покажу, что купила в эпицентре. Сегодня показала одну часть, и вот то, что купила вчера. Лейтин. У меня где-то была одна, но я решила взять еще одну. Как мне девочки пишут, я сапог понесло. У меня белые сапоги резиновые, и я решила взять белые перчатки. Это удобно, но для меня оно должно быть еще и красиво, понесло. Дальше. Так, это опрыскивать цветочки. Взяла пистолет для полива. Так как у меня шланг есть, но поливать надо дождиком. И здесь несколько режимов. Вот. Он недорогой, их много разных. Я его купила, в принципе, не могу сказать, о чем. Я не знаю, как он будет использованием. Единственное, что меня порадовало, что цена у него приятная, а вот эта вот штучка, которая может ломаться в этом пистолете, ее можно заменить. То есть, вы меняете, покупаете эту детальку отдельно. Вот. Главное, что не менять эти пистолеты очень часто. Можно, конечно, было сразу купить один дорогой и не париться. Такой, знаете, как не пластмассовый, металлический. Так, это я цветы покупала. 112 гривен. Цена очень хорошая. На самом деле, цены там разные были. И дешевле, и дороже. Я решила взять этот. Один вставляем сюда, а второй на кран. Вот. Цена. Этот, по-моему, 60 гривен. Этот тоже в районе 60. Вот. Для чего мне нужен был контейнер. Здесь у меня удобрение. И сюда же я пока положу семена, потом буду сажать. Купила клеомы. Я не знаю, что это за цветок. Мне понравился. Симпатичный. Высажу, посмотрим. Берестит или как. Блокитный кыло. Лобелия. Кто знает, может быть, напишите мне. Голубой ковер. Вот. Вот. Так. Вот еще. Красиво. Не знаю, тоже посмотрим. И вот красиво тоже. Незабудки. Альпийская суммиш. Низенькие. 15-25 сантиметров. Арбузы купила. Разные. Я взяла огонек. Сахарный малыш. Тоже сахарный малыш. И дыню. Попробую посадить, там посмотрим. Я посажу арбуз и дыню. Накрою агроволокном. И думаю, приживется. Потому что сейчас не сильно холодно, но все равно еще прохладно. Для дома некоторые припомбасы купила и кускус. Но это не строительное, поэтому я не буду углубляться. Завтра покажу, как я буду припуск. Я не знаю, по диаметру я купила вроде бы под шланг. Но не факт. Может, не подойдет. Придется вернуть, поэтому чек не выбрасываю. Я продолжаю. У меня здесь роза чайная. Я в инстаграм писала пост, что каждому из своих близких, любимых я сажаю по розе. Маме чайную нашла. Также надо найти желтую и черную. Ну, в общем, короче, хочется много раз посадить. Надеюсь, приживется. Также у меня вон сзади каток. Потому что я посадила клевер. И теперь мне надо катком пройтись и палить. Завтра еще дождь обещают. Вообще замечательно. И теперь еще хочу... У меня красный клевер посажен. Я хочу его сверху еще белым. Ну, в общем, сделать такую смесь. Витамины заказала. Вот. Но так как это строительный влог, поэтому буду сейчас вам показывать. Дома уже покажу место под гардеробную. Покажу вам, как я буду все это делать. Надеюсь, что будет полезно. Особенно для тех, кто делает, как и я, первый раз. Я с помощью советов, с помощью как бы каких-то тоже видео. Потому что так как я делаю это первый раз, могут быть ошибки. Но стараюсь делать без ошибок. Поэтому если вдруг что, то давайте советы. Ну и плюс то, что я надеюсь, что мое видео кому-то... Кого-то вдохновит, а кому-то поможет. Ты смеешься. Ты не смеешься. Смотри, что мое видео. Сейчас я покажу. О, Боже. Да. Это. Это одно. Это еще не все. Опалдеть. Где это все будет? Сейчас оставаться здесь все будет. Я еще купила для бабушки. Что я купила еще? Так у нас есть такая. Ну, у нас много. Я хочу, чтобы вы мне помогали. А немного и ты хочешь. Света у нас есть альпийская. Вот что я купила. Он декоративный подсолнух. Чтобы красиво было. И тут три вида. Ну, три сорта. Также я купила две луковички. Лилии. Сюда выращивай, видишь? Я лилия? Да. Ты ассоциация со мной как с лилией? Ну да. Не знаю почему. Я на кактус похожа. На кактус похожа я. Ну, это еще не все. Сейчас я еще покажу. Ой, что. Сейчас я выслежу. Это чайная роза для бабушки. Блин, я думала, это что-то плодовое. Нет. Плодового еще нет такого. Ну, будет же, да? А что ты хочешь? Я хочу, ну, я не знаю, что-то вкусное. Это... Что? Это каток. Сейчас я пойду катать траву. Вот это вот все. Тебе заняться нечем? Хочу, чтобы у нас был газон красивый. Когда мы сначала там все делаем? Не, ну как? Оно будет себе расти, пока мы там будем делать. Я хочу быстренько все это сделать и все. Быстренько? Ну, посмотрим. Все. Честно, даже не знаю, что вам сказать. Накрыло, как говорится. Смотрите, ну я вам показала уже, что я купила. Сейчас буду нажать. Ой, как красиво. Кто знает, как называется? Мне сказали, но я уже забыла. Я вообще не знаю цветов. Я в них не разбираюсь. Но они все-таки красивые. Поэтому хочется, чтобы было красиво. Розу я уже мамину посадила. Вон она, надеюсь, что приживется. Вот. А потом сделаю вот этот заборчик. А я уж можно просто было в землю вставить. Так надо сначала все посадить, а потом вставать. А, это еще для посадки, да? Да, потом еще с той стороны. Надо будет еще граблями поработать. И плюс каток. Не сегодня, если успею. Но у меня уже отдышка. Голова кружится. Сейчас. В каток надо набрать воды. И пройтись, и полить еще. Но завтра будет дождь. Но все равно хочу полить. И завтра еще дождь польет. Вообще будет хорошо. Ну, как-то так. Я вам уже покажу, когда все сделаю. Потому что сам процесс, я думаю, что это не особо интересно. И покажу потом вам, когда будут гардеробную вставить. Много всего происходит. Я не помню, что я вам показывала, а что нет. Но, в общем, оставайтесь. Я бы не додумалась их через один сажать. Почему? Оно так симпатичное. Оно реально так красиво смотрится. Я когда увидела, думаю, их надо посадить через один. Будет красиво. Фиолетовый и желтый. Желтый красивый цвет. А какие там еще были цвета? Ну, я забрала каждый. А. Да, я половину забрала из того, что было. Недорого обошлось? Нет. Так как это в селе я проезжала и понад дорогой. А, да? Да. И получается... Я думала ты в эпицентре покупала. Нет. Это тут у нас девочка в Мироз. У меня не было налички, которая можно вам на карту? Она, да, может. И я купила. Я вообще за все это отдала всего лишь 300 гривен. Здорово, слушай. Роза стоила 150. Ну, розу я купила в магазине специально, сад-огород. А вот эта вот купила... Ну, типа продают рассаду у дороги. Вот так вот. Ну что, ребят, пока как-то так. Скажу честно, устала. Прям очень устала. Вот так вот посадила. Я не знаю название. Я просто увидела, понад дорогой продавали и купила. Вот это вот красивый цветок. Кто знает, как называется. Это кактусы я посадила. Здесь я посадила, боже, как они называются, подсолнухи декоративные. Там цветочки. Это мама с того года еще посадила сегодня розу. Вот. Для мамы это чайная. Для Демида. Для Доминики розу посадила. Вот мята тут. Пиончики всякие. Здесь разнотравья всякая тоже. Еще лилии посадила. Здесь тоже разнотравья посадила. Тут еще ничего не сажала. Просто чуть-чуть поубирала, потому что земля такая не очень. Вот. Это мама в том году посадила. И вот они все разошли. Розу одну. Вторую, третью мама посадила. Это тоже с того года. Не знаю, отойдет, не отойдет. Ромашки. Вот. Это, не знаю, тоже отойдет, не отойдет. Тут пески. И огородик. Маленький. Там малина. Сейчас покажу. Малина, клубника. Ой, да. Три-четыре кусочка. Хотел сказать, я уже сговариваюсь стала. Четыре куста малины. Четыре клубнички. Просто так. На пробу. А здесь. Вот. Все-все-все. Тут еще будет дыня и арбузы. Я купила агралок, но уже показывала. Накрою потом. Здесь зелень. Петрушка, укроп, рукола. Сидерей. Вот. И здесь поливали. Здесь я хорошо полила. Там уже Ника начала поливать. Я уже пошла готовить, кормить детей. И она просто сверху полила. Это, конечно, плохо. Здесь клевер. Ну, пока так. Скажу так. Я устала. Я устала. Работаю еще много. Но ничего. Потихонечку, потихонечку. Все сделаем. Все сделаем. Будет красиво. Здесь все равно будет. В следующем году, надеюсь, закатаем. Закатаем в бетон. Поэтому в этом году так. А потом, надеюсь, что сделаем все-таки площадку. Потому что мне здесь надо будет разворачиваться. Машину разворачивать. А по надзаборам все-таки хочу оставить полтора метра для того, чтобы посадить туи. Ну, пока так. Я говорила, что покажу клевер, который я посадила. Вот. Это красный клевер. Конечно, я хотела посадить белый, ползучий. Но меня переубедили. Сказали, что посею красный. А на следующий год еще подсеешь белый. Плюс еще подсеешь травку. Травку, я думаю, что подсею еще в этом году. В общем, посмотрим. Проверим. Уже прошла неделя. Я жду пока ничего. Конечно, хотела бы, чтобы оно сразу все выросло и был шикарный газон. Но, понятное дело, что это пока только желание. Даже если он и хорошо прорастет, он все равно будет очень таким как бы слабеньким. То есть мне девочки написали в предыдущем влоге и в инстаграм, что будет слабенький, по нему желательно вообще не ходить. Это меня расстроило. А уже на второй, третий год уже будет хорошо. Ну, в любом случае, все равно начало положено. Это радует. Еще вам видите, граблями все собираем. Потому что очень много травы, камни попадаются, мусор. Ну, работы еще на самом деле много, ничего не сделаем. Также я была сегодня в эпицентре и не купила вот такие вот грабли. Они мне нужны вот как раз для того, чтобы можно было с земли из песка более тщательно убрать мусор. Потихонечку обрастаем садовыми инструментами. Но это еще не все. Так же я купила, скажи. Так как вчера я потратила больше часа на полив, вот всего, ну, всей этой территории дайка, вот этой вот всей, то я подумала, что я прикреплю просто шланг. Это, кстати, переходник купила. И будет он тут несколько режимов опрыскивать. Вот. Разное, по-разному. Будет опрыскивать, а потом я шланг переношу, переношу, переношу. Она тихонечку там себе опрыскивает. И я вот это не стою на улице. Что там еще? А, ну так, да, я же покажу. Я купила вот такой вот, такой переходничок на кран. Насадка? Да, такая насадочка. Но она не очень подошла. Думаю, поехала, сегодня купила другую. Кстати, попробуй, если что, я опять отвезу. Ну, я не понимаю просто, что. О, мне кажется, будет работать. Посмотрим. Потому что плотно прилегает. Потому что вчера вот эта вот, она прилегала неплотно, и ее срывало. То есть стоит только вот шланг потянуть, и все, и она срывает. А ну-ка, проверяем. Ю-ху, работает! Класс. Все. Вот эта вот не нужна теперь. А еще купила такие судовые ножницы. Купила недорогие, потому что я не особо в них разбираюсь. Мне надо розочки, которые, ну, веточки засыхали, их пообрезать с того года, которые. Фирмы разные. Их много разных. Разная ценовая политика. Я эти купила... Сейчас скажу, за сколько. Грабли 123, 124 грены. Вот эта вот штучка. Вот эта вот. Секатор называется. Я даже не знала. Ножницы? Сюда ножницы. Вот. Сто сорок девять. Вот. Потом вот этот адаптер, который, ну, переходничок. И вот полив стоит 245. 246 гривен почти. И вот как бы со шлангом соединитель он стоит 30 гривен. В общем, как-то так. За все отдала почти 60 гривен. Ребята, я пришла сейчас в спальню. Светлите включила. Здесь будет стоять кровать. По поводу кровати. Может быть, вы мне покидаетесь в ссылке, потому что я начала сейчас аккуратненько смотреть. Цены есть разные. Я еще не определилась с кроватью, поэтому хочется такой минимализм, но при этом с мягкой спинкой. И чтобы не было этой, как она называется, ну, ноги, чтобы не упирались. Так. И вот гардеробная. Ее будут устанавливать буквально через несколько дней. Мне позвонили, сказали, что могут раньше, потому что уже все сделали. И я очень рада, скажу честно. Потом эти же ребята, мы сейчас договариваемся, может быть, они мне сразу сделают перегородку. Я вам покажу, какую перегородку я себе придумала. У меня нет картинки. У меня она есть в голове. Я попыталась им объяснить. То есть я хочу, получается, наподобие, как плитка, да, под деревом. Это ДСП, сделать такой вход, как будто бы в шкаф. То есть с одной стороны тут 50 сантиметров будет глухих, и здесь 50 сантиметров глухих. Наверху сделать, как будто бы это антресоли. И вот так вот, чтобы открывалось, да, как бы на распашку. И как будто бы ты заходишь в шкаф, но на самом деле там гардеробная. Или как будто ты заходишь в другую комнату, как раньше были двери, да, комнаты. Вот мне так почему-то хочется. Плитка будет, ну вот, светленькая, то есть она есть светленькая, и будет вот эта вот перегородка такая светленькая. Вот там вот шкаф на 10 метров, который я вам показывала. Я хочу, чтобы он был тоже из такого же ДСП, как и здесь. То есть, чтобы она все гармонично смотрелась. По поводу кровати я не могу определиться. Мне хочется светлую кровать, но рамы у меня черные. И я хочу занавески тоже повесить, как бы темные. Может быть не черные, но темные. У меня светильники. Тоже не могу определиться со светильниками. Светильники есть разные. Я видела, в принципе, недорогие, но они уже отходят. Вот такие, знаете, просто как из стены торчит такой светильник. Он направляющий, его можно крутить в разные стороны. Они есть белые, есть черные. И для чтения, можно так сказать. Потому что я на ночь читаю, это хорошо высыпляет. Но мне как бы, как просто слишком. Хочется чего-то замороченного, но в то же время слишком замороченного не хочется. То есть я сама не знаю, чего я хочу. Я не нашла еще тот мега свой светильник. Вот сюда, вот в угол. Я специально, видите, сделала розетку. Здесь хочу такое кресло удлиненное, чтобы можно было в ноги положить. И для ноутбука такой столик. Здесь телевизор. Я не хотела здесь комод. Ну, такой специальный. Но потом подумала, что все-таки он нужен, необходим, чтобы туда положить какие-то такие вещи, которые должны лежать в спальне. Поэтому я, наверное, поставлю. Но хочу не подвесной, а с металлическими такими. Если найду, сейчас вставлю, покажу. С металлическими ножками. Вот. Ну, в принципе, как-то так. Приблизительно вижу спальню, но не совсем. Вот спальню не совсем вижу. Я классно вижу детские. Я хорошо вижу вот зал. Спальню не совсем вижу. Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Даже ссылочки вы мне давали по поводу плинтусов. Я, в принципе, уже определилась. Осталось только позвонить, заказать и их смонтировать. Вот. И начинаем уже мыть окна. То есть здесь еще не мыли. Я имею в виду, что в детской Демкиной попробовали. Налет отходит с помощью одного средства. Сейчас я вам его покажу. Вот такой вот был Демкин налет в комнате. И он отошел. Вот этот шкаф, который будет 10 метров. Прям сплю и вижу его. Очень хочется. Так. И Демкина комната. Господи, Ника напугала меня. Ты что? Ой-ой-ой. Ты что делаешь? Ты что? Кстати, девочки, по поводу кровати. Я слегка сглупила. Мне очень понравилась эта кровать, потому что она с чердачком. Она очень милая. Но. Видите, вот вам розетки. Изначально я планировала Демиду сделать рабочую зону. Так как он уже начинает учиться. Ну как, сидим, делаем уроки. Что ему нужен такой двухэтажный, получается, как домик. Внизу рабочая зона, наверху он спит. Ах, я об этом забыла. Купила эту кровать. Поэтому, если хотите, я вам могу ее продать. Она идет уже с матраса. Вот. На нем никто не спал. Это... Красиво. Красиво, да. Но я имею в виду, что эта кровать стояла в фотостудии. Она делалась на заказ. Вот. И я купила ее с фотостудии. Но, естественно, на ней еще никто не спал. Поэтому, если вдруг вам надо, то я вам ее продаю. Что еще хочется сказать? А, вот. Да. Вот это вот средство. Я... Ну, в принципе, это очень химическое средство. И я пользуюсь химией для дома. Очень-очень хорошо отмывает этот налет. Вот здесь вот. Вот это все было и теперь нету. Вот. Такое вот было. А теперь нету. Поэтому я купила точно такое же, только в виде спрея. И надеюсь, что отмоем. Ну, вот. Видите? Ни каунула окна. А днем вот этого не было видно. А сейчас видно. Но это было идеально чистое. Да. Поэтому надо будет еще раз перемыть. Но сама суть. Налет отходит и это радует. Мне не говорю, что ж ты мыла, а рамы не помыла. Это я куда-то отъехала, и она решила маму порадовать. Помыть ее окно. Порадовать на самом деле порадовала. То, что этим средством отмывает налет, меня безумно радует. Так. Ну, вроде бы все. Рассказала, показала. Задавайте свои вопросы. Я тут в отражении. С вами попрощаюсь. Пишите свои комментарии. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok